Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала Мудрая Лиса. Я рада вас приветствовать. Усаживайтесь поудобнее, располагайтесь. И мы с вами начнем. Так, одну минуту. Так, я сегодня решила поработать на двух колодах. И сейчас проставлю сигнификацию. Темой сегодняшнего нашего расклада будут его воспоминания о вас. Так, три варианта. Беленький камушек, черненький камушек и красненький камушек. Выбирайте, пожалуйста, свой цвет или загадывайте число. Возможно, вам будет удобнее выбрать карту. Первая позиция, вторая позиция и третья позиция. Я сразу извиняюсь, возможно, за посторонние звуки, какие-то шумы, пересъемы. Потому что сейчас достаточно весело, но хочется все-таки записать для вас видео. И я стараюсь максимально все сделать гармонично. Но не всегда получается. Допустим, я вчера сняла ролик, но что-то пошло не так. И, в общем-то, я подумала, что лучше перезаписать. Поэтому сегодня мы с вами выбираем свою позицию и наслаждаемся видео. Итак, первая позиция, вторая позиция, третья позиция. Здравствуйте, единички. Его воспоминания о вас. Его воспоминания о вас. Есть некая неудовлетворенность, когда ваш образ приходит в голову. Потому что основное воспоминание — это что-то яркое, красивое, победоносное. В смысле, поднимающее ему самооценку. Потому что вы уделяли очень много внимания ему, наполняли его. И тем самым, собственно, он для себя это считает как личную победу. Тем не менее, у меня есть ощущение, что пришлось отказаться от отношений, пришлось отказаться от самой идеи построения. Потому что это неправильно, как будто бы. Потому что есть чувства, но... Здесь был произведен выбор между чем-то и чем-то. У меня есть ощущение между логичным, между разумом и сердцем. И человек, в принципе, выбрал логику. Симпатия к вам есть. Есть яркие эмоции, которые его еще задевают. Которые еще, знаете, как... Цепляют за струны. Потому что... Было очень хорошо с вами. Было очень наполнено, насыщено и тепло. И, естественно, это не оставляет равнодушными. Его воспоминания о вас. Какое воспоминание? Ну, самое яркое, наверное, воспоминание – это тот момент, когда вы впервые столкнулись с тем, что эти отношения не имеют реализации. Либо ему в голову пришла мысль впервые, что эти отношения не имеют реализации. По причине того, что они очень мало прикреплены к реальности. Мало прикреплены к физическому и финансовому миру. Назовем это так. О чем я здесь говорю? Что человек просто понимает, что он не сможет эти отношения правильно построить, правильно оформить, как со своей мужской стороны. Да, не сможет вложить свою лепту. То есть человек осознает, что, наверное, ему не по силам эта история. Перевернутый император. Говорит о некой слабости. Слабости в его глазах. То есть он сам для себя это считает слабостью. Он сам для себя это определил как слабость. Но, тем не менее, он ничего не может как будто бы сделать с этим. Какие еще воспоминания о вас? Как он спешил к вам? Есть такое ощущение, что на работе он старался быстрее закончить все свои дела, быстрее считать часы рабочие, чтобы приехать к вам. Это первое. Второе. Здесь еще есть момент планирования. То есть все-таки какого-то толка легкие форматы свиданий, легкие форматы общения с вами он планировал и предвкушал. В общем-то предвкушал, как это будет круто. Но, тем не менее, уже тогда зарождалось вот это ощущение тяжести, ощущение груза. Потому что все-таки здесь история не совсем классическая. Есть намек по Айрафанту. Есть намек на то, что здесь есть какие-то такие дополнительные причины, дополнительные истории, которые очень сильно влияют на эти отношения. Давайте посмотрим, что между вами сейчас. Да, нет ничего между вами сейчас, вы не общаетесь. Одну минуту я проверю камеру, насколько хорошо. Ой, видно, видно, отлично. То есть в данный момент я не вижу между вами общения. Мало того, есть ощущение, что здесь есть обман. Тут был какой-то обман. И человек чувствует себя виновным в этом. Все-таки я буду рассматривать с этой концепции, с этого угла. Почему? Потому что все-таки он вылил этот кубок. Он выпустил этот шанс из рук. Потому что ему по каким-то причинам это показалось сложным. Это показалось неправильным. И это показалось тяжело реализуемым. Вообще, на самом деле, так вот взять единички, легко сказать, тяжело реализуемые отношения. Любые отношения требуют реализации. Любые отношения требуют вложения сил, эмоций, времени, нервов, всех ресурсов, какие только могут быть у человека, для того, чтобы построить отношения. Мы не можем как будто бы иногда глобально посмотреть на отношения. Мы не можем просто договориться с другим человеком иногда. Я просто к чему это говорю? Что не так все тяжело, как кажется этому человеку. Не так все. Он просто усугубил, раздул и поверил в это. Так проще. Так проще, чтобы ничего не менять в жизни. Так проще, чтобы ничего не делать. Ну, то есть, это определенного рода стагнация. Это определенного рода даже не стагнация, а деградация. В каком-то определенном смысле. То есть, из всего сказанного я могу подвести итог. Если я скажу, что чувств нет, они есть. Человек как бы на физическом уровне отказался от идеи отношений с вами. Но ваш образ его еще очень сильно цепляет, еще очень сильно вдохновляет. И это та плата, которую он платит за то, что он закрыл, оборвал отношения, у которых была возможность реализации. Я хочу посмотреть, как часто он о вас вспоминает. Как часто вспоминает. Ты мой котик, ты моя булочка с корицей. Капец. Часто вспоминают, часто вспоминают. Очень часто вспоминают. Чаще, чем хотелось бы. Вы можете даже по этой карте понять, о чем я говорю. То есть, человек вполне отдает себе отчет, что он вылавливает из потока про вас информацию, вылавливает, возможно, из интернета про вас информацию, слушает других людей и так далее, для того, чтобы узнать о вас что-то. И вообще, я могу сказать, что здесь есть еще между вами связь. Да. Есть между вами связь. Энергетическая, по которой вы еще, кстати, посылаете ему достаточной энергии, которой вам самим было бы неплохо использовать. Я к тому, что человек сделал свой выбор. Человек, можно сказать, сознательно отказался от отношений. Вы продолжаете посылать ему импульсы. Он их послушно ловит. Это игра. Это превратилось в определенную игру, которая доставляет разочарование, боль и особое мазохистическое наслаждение. При этом он боится выйти на связь. При этом я здесь вижу завершение цикла. Человек не созрел. Человек не созрел. Перевернутый император. Человек очень много о себе говорил, очень много на себя якобы брал. Человек живет не под своей маской. А когда захотелось чего-то настоящего, в кусты, потому что это сложно, потому что это тяжело, это сложно. И вообще очень много на это причин можно придумать. Можно еще посидеть, подумать и придумать еще дополнительно много-много причин, почему нет. Здесь есть блоки, здесь есть блоки, здесь есть необходимость проходить, как это правильно сказать, этапы взросления, этапы зрелости внутренней, моральной, в отношении, межличностных отношений. Извиняюсь за тавтологию. То есть здесь нужно будет человеку много над собой поработать, прежде чем идти в отношения, прежде чем что-либо кому-то обещать, начинать и так далее. Это больше похоже на роман, который должен был перерасти во что-то серьезное. Но он не перерос, потому что главный герой романа оказался не таким уж и главным героем романа. Не таким уж и сильным, смелым и так далее и тому подобное. Вот такая здесь позиция единички. Что я увидела вообще, честно, не поняла. Расскажите, пожалуйста, мне в комментариях, особенно будет приятно, особенно будет полезно, если вы укажете свой вариант, да, в какой у вас проигрался. Я собираю статистику, я веду анализы. Мне это все интересно или выпытно. Мы переходим ко второй позиции. Двоечки, здравствуйте, здравствуйте. Я с вами поделюсь секретом. Я сюда тоже загадала. Тоже загадала человека. И мы будем сейчас с вами вместе раскапывать эти воспоминания и, в принципе, смотреть, что там интересного, да. Покопаемся с вами вместе. Первый раз, кстати, такое делаю. Обычно вообще я никогда не загадываю на своей позиции. То есть я никогда... Хотя бы бывали пару моментов, когда я... Мне надо было что-то узнать, а с торологами у меня не резонировало. И самой сесть себе тоже не было возможности посмотреть. Я была в дороге. Собственно, я открыла один из своих роликов, выбрала себе свой вариант, какой мне нужно. И мне все очень так четко проигралось. И я очень благодарна себе в прошлом. Знаете, такая услуга из прошлого, от самой себя. Так что такие вот кренделя. Хорошо. Кого вы загадали? Человека, у которого сейчас... Интересно. Человека, у которого сейчас проблемы, которому сейчас, мягко скажем, не везет, который сейчас закрывает многие вопросы в своей жизни, расставляет точки над «и». Многое меняется в его жизни. Абстрактно, скажем так. Почему? Потому что два старших аркана в начале, особенно вот перевернутые, особенно в таком серьезном тандеме, мне говорят о том, что на самом деле сейчас тяжело, тяжело человеку, которому вы загадали. И морально, и ментально, и финансово, я думаю, тоже. Но при этом, при всем, человек держит хорошую мину при плохой игре. Это, возможно, необходимо. А, возможно, это, знаете, как механизм защиты себя. Так, идем дальше. Вот вы появляетесь перед его внутренним взором. И что человек думает? Из своих недр сознания он начинает копаться у себя там. Глубоко, глубоко он вас закопал, назовем это так. Одну минуту я проверю кое-что тут. Так, все идет отлично, извиняюсь. Глубоко он вас закопал в плане того, что вы и для него что-то ценное, на самом деле. И это ценное, это что-то, что подлежит консервации. Чтобы не забыть, чтобы не потерять. Что он о вас думает? Что он о вас вспоминает? Ты моя прелесть, ты моя лапочка. Все было бессмысленно, все было бесполезно. А жаль. Все изменилось, и теперь я один. Что еще вспоминает о вас? Ну, естественно, какая вы красивая. Вов-ху-ху! Двоечки! Мы с вами тут сейчас потешим свое самолюбие, по полной программе чувствуем. Королева чашь, императрица. Красивая, чувствительная, нежная, умная. Вспоминает вашу внешность, ваш образ, ваш запах, ваши какие-то интересные привычки, какие-то интересные манеры, словечки и прочее, прочее. Вспоминает ваш... Давайте я подтвержу на всякий случай, да. Ваше неуемное желание. В принципе, вы активная, вы много что умеете, много чего хотите узнать и так далее. Там удобно. То есть здесь два рыцаря для меня, здесь они вот в этой связке будут все-таки говорить о внутренних качествах, и они будут говорить о внутренних качествах, такие как подвижность, такие как интеллект, как доброта. И, возможно, знаете, вспоминают вашу улыбку. Здесь тоже такое. Это почему-то, почему-то это здесь является важным. Давайте посмотрим, что человек к вам чувствует. Вот это загаданный человек. Какие чувства были у этого человека к вам? Возможно, остались. Я не покажу, не расскажу. Это не имеет смысла. Решение принято за меня. И все разрушилось. Я не хочу об этом говорить. Король мечей. Как красиво, да? Хорошо. Я поменяю колоду. Мне интересно. Что ты чувствовал или чувствуешь? Какие чувства у тебя остались? Расскажи, пожалуйста. Ну, чувства были естественные. Нет, это не естественно. Это, как бы, знаете, здесь органично вписывается под... Я этому не уделена, скажем так. Вау, что-то новое. Я хочу споймать своего зайца за уши, за удачу, да, за хвост. Вы понимаете, о чем я говорю, в каком это метафора. То есть человек здесь радовался, радовался появлению вас в его жизни. Человек здесь хотел. Хотел идти вперед в этом направлении с вами. И создавать с вами что-то новое. И туз кубков об этом тоже здесь говорит. То есть, конечно, на конце колоды несчастная любовь, несчастная... Не получилось, не сложилось, все получилось по-другому. А я так хотел. Я так старалась, я так старалась. Ну, вот как-то так, да. Влюбленность здесь, искушение, страсть. Влюбленность, симпатия, осторожность. И слежка. Постоянная слежка. Хорошо, а что осталось из этого всего? Что осталось на сегодняшний момент из чувств? Остались иллюзии, знаете, как это? Фантазии. Остались только фантазии о том, как это могло бы получиться. Человек выстраивает свою жизнь, человек старается как-то наладить свою жизнь, потому что очень много всякого, что придется решить этому человеку, что взвалили на него, какой ответственности, какой контроль над ситуациями. Здесь у каждого, конечно, будет свой объем работы, который придется вот этому загаданному человеку делать, да, в жизни. Но я могу сказать, что тяжко, тяжко, тяжко очень. Ну вот, что, собственно, он у вас вспоминает. Я, если бы я взяла еще монары или таро наслаждений, я представляю, какой бы здесь был экшен. Экшен и интересно, конечно, какие там фантазии и так далее, но это уже в следующих видео. К сожалению, я вам признаюсь, уважаемые зрители моего канала, что у меня с собой очень мало колод. Я с собой взяла очень мало. Это последнее, естественно, что я собирала под взрывы в 5 часов утра, поэтому у меня нету сейчас ни таро наслаждений, ни монары и прочего-прочего. И, если честно, я пока даже не в курсе, где я это буду брать и заказывать. Просто скажу, что в данный момент я буду смотреть на колодах, которые у меня есть с собой. Так вот я вам немного пожаловалась. Третий вариант. Здравствуйте, троечки, я рада вас приветствовать. Итак, давайте посмотрим, кого вы загадали. Человек, который в данный момент переживает. Не получается у него. Это его сигнификация. В окружении видит очень много лицемерия, несправедливости. Скажем так, справедливость, которая выражается не так, как должна. То есть он в данный момент как некая справедливость вокруг несправедливого мира. Возможно, есть некие ситуации, которые его окружают, и он понимает, что это неправильно, что это нечестно. Но ничего с этим не может сделать. Собственно, что заставляет его так много думать о укладе его жизни, о... В принципе, каких-то принципах, да. Здесь поднимаются такие вопросы, как морально-этические принципы, честь, совесть и прочее, прочее. То есть в такой позиции он в данный момент находится. Я думаю, что это касается и отношений. И да, и в принципе его судьбы едут. Дополняю немного. Хорошо. Вот вы предстаете на его внутреннем экране, перед его внутренним взором. И какие воспоминания в первую очередь появляются о вас. Разбитое сердечко. Разбитое сердечко. И королева мечей, которая ему то ли отказала, то ли очень холодно повела себя. То есть, возможно, здесь история того, что он вспоминает конец, как все закончилось, да. Разбитое сердечко и королева мечей с холодным выражением лица. И уже ничего не поправить. И уже искра потухла. Назовем так. То есть, своевременно действия не прикладывались. И как итог мы имеем то, что имеем. Что еще он у вас вспоминает? Немножечко раньше давайте копнем. Говорит, я старался, но ничего не получилось. Вообще здесь достаточно темная карта, темная палитра. И все, что связано с вами, уходит в отрицание. То есть, здесь человек ушел в отрицание вас, в отрицание своих эмоций к вам. Давайте посмотрим, наверное, на Чиколе. Что он отрицает? Да, вот я хотела об этом сказать, но надо было подтвердить все-таки. Здесь хочется наказать вас. Здесь хочется как-то отомстить вам. Здесь хочется... То ли вы его не выбрали, то ли вы как-то поступили так, что это было в ваших интересах. То есть, вы выбрали себя. Вы выбрали надежность, вы выбрали то, что вам показалось ближе. У меня все-таки здесь ощущение, что мужчина обижен. Обиженный мужчина – это печально. Так, одну минуту. Обиженный мужчина – это печально. Обидели мышку, напишли в норку. Что он к вам чувствовал изначально? Ага, вот прямой аэрофант. Вот здесь он и выпадает. Мы могли быть вместе, мы могли быть рядом. Да, мы разные, но я мог бы взять на себя больше. Я постарался бы жонглировать ситуациями и обстоятельствами. Слушайте, ну тут у меня есть полное ощущение того, что вот здесь вы его не выбрали. Вы его не оценили по достоинству и, возможно, сделали какие-то выводы по его мнению преждевременные. Преждевременные. Чувства здесь были. Он их явно очень фиксирует в плане, он их когда ощущает, он их отрицает. Он научился играть в эту игру. Нет, я не чувствую, нет, не болит, нет, все в порядке. Но вот это, вот это вот. Начало мне уже говорит о том, что он обижен на весь мир. Это ситуация с вами и, в принципе, что не складывается жизнь, так и хотелось бы, не складывается обстоятельства, так и хотелось бы. Страсть. Я думаю, что здесь не было, здесь не было контактов, потому что у человека есть страсть невыраженная. И, опять-таки, он ее точно так же старается обнулять, он старается выходить из этих ситуаций психологически и морально, но плохо получается, потому что там огромный приток энергии остался, который не потрачен, который не использован. Ну, как итог, я могу сказать, вот, я в белом, а вы все говно. Ну, по-другому не скажешь. Мне и самому хорошо, у меня все получится, и вообще вы просто меня не оценили. И это касается многого, знаете, здесь, в принципе, вот так, судьба, он, у него есть в голове, это вот судьба, везение, удача, у него это в глобальном смысле как-то картинками приходит. Вот мне не повезло, почему это не честно, это, то есть у него нет ощущения того, что, допустим, эта ситуация может быть уроком для него, для того, чтобы он чему-то научился. Это опыт, это знание, вот у него этого как-то нету, у него просто мне не повезло, есть везение и невезение, все. Вот такая здесь была третья позиция, у кого проигралась троечки. Расскажите мне, пожалуйста, кого вы загадали и какая у вас позиция проигралась, очень интересно, потому что все разные сегодня получились позиции, они между собой очень мало перекликаются и в этом, конечно, я нахожу свое удовольствие, потому что три разные истории, это всегда интересно, как некий сериал. А на этом всего доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok